Дорогие друзья, в своем прошлом видео я упомянула о том, что с высокой долей вероятности знаю, каким образом отличать в Автору перекупов от собственников. По многочисленным просьбам зрителей, Леса рулит 7, будет как раз об этом. К сожалению, сейчас частных лиц, которые реально продают свои нормальные машины, на наш взгляд, порядка 10%, но может быть, немногим больше. Все остальное – это автосалоны, причем автосалоны небольшие, а некие торговые площадки, которые, на мой взгляд, абсолютно сродни перекупам. Ну и сами перекупщики, которые активно пытаются выдавать себя за частных лиц. В первую очередь стоит сказать, что большинство реальных собственников машин не снимают с учета свои автомобили, пока не получат задаток. А это означает, что если вы видите, что машина на транзитах, то есть она уже снята с учета, то, скорее всего, это машина от перекупа. Следующее, самое простое – вы заходите в объявление, опускаетесь вниз в контактную информацию, и там, где написано «Продавец», вы видите все, что угодно. Это может быть имя, название округа, все, что угодно. Но это является ссылкой, то есть это название подчеркнуто, и оно светится синим цветом. Если вы на него щелкаете, то вы переходите на весь ассортимент этого автосалона. Ну, в основном это малые торговые площадки, позволяют себе такое жульничество, то есть они пытаются выдавать себя за частных лиц, чтобы вы позвонили, приехали, и только потом узнали, что это небольшая торговая площадка. Сразу вам скажу, приличные люди так не поступают. То есть, когда это нормальный автосалон, они сразу заявляют «Мы автосалон». Далее внимательно рассматриваем фотографии. Ну, в первую очередь, видите, что машина на транзитах, об этом я уже говорила, объявление закрываем. Следующее. Обратите внимание на фотографию автомобиля внутри. Например, если машина в свежих, совсем новых чехлах, скорее всего, она тоже от перекупщика, машина из такси или из-под аренды, сидение в ужасном состоянии, купили новые чехлы, сидение закрыли. О том же самом говорит оплетка на руле. Оплетку легко приподнять, вы увидите, что там от руля одни ошметки остались. Есть еще такое понятие, как майки на сидении. Они одеваются только на переднее водительское и пассажирские сидения. И они прикрывают только те места, где тело водителя и пассажира соприкасаются с сидением. Ну, то есть, там образуются затертости. Ни один собственник здравом умея не купит себе майки, и тем более не снимет, не оставит их неснятыми перед продажей. Соответственно, если вы на фотографии видите машину в майках, это, скорее всего, перекуп, причем самый жесткий, обнищавший, который даже экономит на чехлах. Еще много интересного об этой машине, о ее хозяине может вам рассказать телефон, который, опять же, находится в контактных координатах. Выделяем телефон и, то, что называется, его прогугливаем. То есть, забиваем его в какой-то из поисковиков и смотрим, что там нашлось. То есть, иногда человек вроде как продает свою любимую, неповторимую, единственную, а в течение последнего года он таких продавал 10, а то и 20. Но дальше объяснить не надо. Если при просмотре объявления вас все устроило, дальше звоним. Когда вы делаете звонок, никогда не говорите сразу прямо, о какой машине вы хотите спросить. Просто говорите «Здравствуйте, я по поводу машины». Если вы в ответ слышите «По поводу какой?», просто кладите трубку «До свидания». Дальше стоит напрячься, если в контактном лице в объявлении у вас указана света, а к мобильному телефону подходит Вася или Армен. Обычно собственники так не делают, и на свой мобильный телефон они отвечают сами. Задавайте очень много конкретных вопросов. А именно, когда вы последний раз проходили ТО? А какие у вас конкретно вмятинки и царапинки есть? А когда вы меняли ремень ГРМ? А на каком бензине вы ездите? Перекупы обычно своим делом занимаются давно. И такие, как мы с вами, их достали. Соответственно, никто вам никаких подробностей рассказывать очень четко и ясно не будет. А вот собственник как раз-таки именно об ухоженной машине с удовольствием вам долго и в подробностях расскажет. Кстати, еще торговые площадки обычно время звонка ограничивают 9-ю тире 20-ю часами или 9-ю 18-ю. Собственник же либо не указывает время, либо указывает с 8 до 23-ю. Ну, то есть, ровно то время, когда люди встают, идут на работу и реально ложатся спать. По поводу торга. Часто я говорю, что у меня есть, например, 300 тысяч рублей и больше нет. Если вы звоните человеку, который якобы частное лицо, а при этом он упирается, говорит, что торг на месте, я так не буду с вами разговаривать, так никто не делает, то, скорее всего, это профессионал и на месте торга никакого не будет. Ну, и в основном люди, которые знают все о своей машине, они говорят о том, что вот у меня есть небольшая царапинка там-то, на нее и поторгуемся. А перекупы, они знают, за сколько машины купили, за сколько они готовы ее продать. И именно поэтому они по телефону ничего о торге не говорят. Вы приезжаете, они смотрят, насколько вы запали. И уже, исходя из этого, рассуждают, сколько денег вам можно скинуть. Постарайтесь добиться от человека прямого ответа на вопрос, он ли вписан в ПТС. Часто перекупщики, если их конкретно терроризируют по телефону, дабы не иметь скандала на месте, говорят о том, что ну это дядина, дедушкина, тетина, жены, которая уехала далеко и надолго, я родственник, я буду оформлять, у меня все налажено, все в комиссионном магазине будет, проблем не будет оформить. Это 100% перекуп. В заключении отвечу на большое количество комментариев от перекупщиков, которые приходят и мне в личку, и приходят непосредственно в комментах к моим видео о том, что мы честные ребята, мы подбираем много хороших машин, у нас много довольных клиентов, ну и может быть оно так и есть. Просто бывает это очень редко, а чаще бывает как раз таки наоборот. Но и самое главное, что купить машину у перекупщика и быть абсолютно спокойным с документальной стороны просто невозможно, так как при сделке должно присутствовать две стороны, и покупатель, и продавец. С покупателем все понятно. Вот от продавца присутствует некий совершенно неизвестный, незнакомый вам человек, у которого обычно есть копия паспорта собственника машины. Так вот, если вы даже ставите машину на учет и все в порядке, а особенно бывает такое при дорогих машинах, в дальнейшем к вам элементарно может явиться некий гражданин, который скажет, что машина моя, отдай. Как же так, скажете вы. А вот так при сделке присутствовал неизвестно кто, подпись ставил неизвестно кто. Соответственно, договор купли-продажи через сук легко признать недействительным. А вам это надо?